Салют! Вы находитесь на канале Барахольщик. Мне принесли на ремонт геймпад от консоли Xbox Series S, он же подходит для консоли Xbox Series X. Проблема у данного геймпада это дрифт левого стика. Давайте вместе посмотрим, что не так с этим геймпадом и попробуем его починить. Сразу при запуске Dark Souls герой самостоятельно поперся на смерть без моего участия. Левый стик постоянно срабатывает вперед, но при попытке отклонить его назад он залип по всей оси Y. Продолжение следует... Требуется замена левого стика полностью. Были заказаны новые стики с Алиэкспресс. Ссылки на них я оставлю в описании. Разбираем геймпад. Сначала отключаем аккумулятор. Затем с помощью лопатки отчелкиваем накладки на рукоятках геймпада. Для разборки геймпада потребуется отвертка Torx 8. Откручиваем 4 винта по бокам. Пятый винт находится под наклейкой, которую надо сначала отклеить. Снимаем корпус. Снимаем корпус. Снимаем корпус. Отчелкиваем и снимаем переднюю рамку. Меняем биту Т8 на Т6 и откручиваем винты на курках. После чего их надо отчелкнуть и снять. Аккуратно извлекаем провода вибромоторов из канавки. Откручиваем плату и извлекаем вибромоторчики. Отсоединяем антенны. Чтобы выпаять стик потребуется оплетка для удаления припоя. Камера в этот момент сфокусировалась на моих руках, поэтому процесс удаления припоя остался за кадром. Отпаяв стик снимаем его. Стики с Алиэкспресс ничем не отличаются от оригинального. Как найти нерабочий? Устанавливаем новый стик на свое место и запаиваем контакты. Наносим флюс на места будущей пайки. Редактор субтитров А.Семкин Готово! Остается собрать геймпад в обратном порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 послушно выполняет мои действия. Продолжение следует... Я надеюсь, что хозяину данного геймпада понравится проделанная работа. А если вам понравился этот ролик, не забываем ставить свои большие пальцы вверх, подписываться на канал, если здесь вы оказались впервые, и не забываем про нашу группу ВКонтакте, ссылка на неё находится в описании к этому ролику. И до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok